друзья всем привет сегодняшнем видео я хочу рассказать о цветной электронной книги бигми B751C поставляется устройство вот в такой картонной коробке предусмотрено два варианта комплектации у меня расширенная комплектация соответственно отдельная коробка с электронной книгой и отдельная коробка в которой находится фирменный чехол давайте поподробнее о комплекте поставки и в принципе приступим к тестированию и описанию технических характеристик базовый комплект поставки электронная книга стилус металлический стилус и в отдельном боксе у нас находится шнур для зарядки для передачи данных просто кейс насколько я понимаю абсолютно ничего нет хотя я ошибся здесь у нас находится скрепка запасные перья для стилуса и вот такое вот колечко также имеется инструкция по эксплуатации китайский английский русского языка я здесь не наблюдаю в принципе его здесь и не указано все комплект поставки на этом закончен сама читалка давайте посмотрим сейчас на нее немножечко поближе визуальный осмотр устройства две механические кнопки управления достаточно толстый кантик по бокам задняя крышка текстурирована под кожу пластик кнопка включения выключения устройства микрофон слот для установки карт памяти порт для подключения зарядного устройства и кабеля передачи данных ну и также здесь находится внешний динамик что хочется сказать о технических характеристиках дисплей 7 дюймов и инк катара 1200 разрешение 1264 на 1680 пикселей 300 ппи плотность пикселей это для черного белого контента что касается цветного контента здесь у нас 632 на 840 пикселей и плотность составляет 150 ппи подсветка имеет 36 регулируемых уровням защита экрана технологии точнее экрана у нас здесь колей до 3 операционная система android 11 процессор восьмиядерный тактовая частота 2 и 3 гигагерц и установлена 4 гигабайта оперативной памяти 64 гигабайта встроенной памяти с возможностью расширения до 1 терабайта что достаточно много камера безусловно отсутствует имеется вай фай 2 диапазонный 2 и 4 5 гигагерца bluetooth 50 и емкость аккумуляторной батареи составляет 2300 миллиампер часов достаточно неплохой показатель автономности произведу замер времени автономной работы именно в режиме когда активен экран и собственно показателями результатами тестов поделюсь с вами позднее прежде всего давайте определимся с интерфейсом данного устройства он интуитивно понятный имеется боковая панель на которой расположены основные элементы для управления электронной книгой имеется раздел оффлайн книги это книги которые мы уже успели посмотреть имеется раздел локальное хранилище то есть это своего рода файловый менеджер список установленных приложений и здесь важно отметить что перед нами операционная система android соответственно все что доступно для операционной системы android мы все можем установить на данную электронную книгу то есть у нас достаточно большая возможность в выборе приложений которые мы будем использовать для чтения ну имеется здесь соответственно ряд предустановленных приложений и ими мы воспользуемся чуть позднее далее другие приложения мы посмотрели документы офис раздел перевод мы можем воспользоваться при необходимости но опять же нужно будет произвести аутентификацию делать этого я сейчас не буду это же касается и облачного хранилища давайте сейчас вернемся к именно к опциям электронной книги как читалки это цветная читалка соответственно я думаю вам хорошо видно управление навигация возможно как свайпами так и путем нажатия боковых кнопок безусловно углы обзора здесь будет у нас хорошая имеется g-сенсор соответственно ориентацию устройства можно сделать как автоматически так и принудительно вертикально либо горизонтально для того чтобы выйти из определенной книги свайп вверх более тяжелый файл он весит порядка 200 мегабайт сканированный pdf и посмотрите как читалка на мой взгляд достаточно легко справляется с пролистыванием страниц то есть по большому счету мощностных характеристик данной модели достаточно для того чтобы комфортно и качественно выполнять свою основную задачу это чтение электронных книг безусловно мощности процессора не хватит на тяжелое приложение то есть конечно же здесь в игры не поиграешь здесь это и не получится сделать потому что матрица не позволяет этого сделать но базовый набор функций выполнить можно конечно же без каких-либо сложностей вот еще например одна читалка яркость контрастность все здесь настраивается опять же чуть чуть позднее я вам это покажу ну давайте посмотрим у меня еще на локальном хранилище имеется вот такой вот от вас посмотрите как читалка с ним справляется то есть опять же повторюсь никаких сложностей у электронные книги с воспроизведением точнее с чтением и отображение информации касаемо самих электронных книг цвет и передачи опять же здесь все достаточно неплохо далее имеется здесь встроенный динамик то есть мы можем запустить аудиокнигу мы можем запустить например режим чтения и устройство будет нам читать ту книгу которую мы просматриваем для демонстрации данной возможности я сейчас запущу видеоролик мы соответственно мы посмотрим как обновляется экран конечно же здесь мы ничего не ожидаем сверхъестественного то есть видите подвисает не справляется ну собственно говоря этим саунд тестом мы сейчас опять же проверили работу встроенного динамика далее давайте посмотрим на работу модуля вай фай у меня в квартире установлен интернет скорость 200 мегабит в секунду поэтому запускаем тест и видим что устройство способно качать на скорости близкой максимальной заявленной скорости мобильные телефоны работают конечно же вытягивают все 200 но в случае с электронной книги этой скорости на мой взгляд опять же более чем достаточно потому что смотреть видео мы конечно же на ней не будем что касается аппаратной составляющей опять же давайте посмотрим у нас медиатек филе и 35 2 и 3 гигагерц и тактовая частота так графический процессор у нас power rock gg 8320 количество оперативной памяти 48 гигабайт 32 из них доступно количество встроенной памяти и соответственно 4 гигабайта оперативной памяти операционная система android 11 еще хочу посмотреть что покажет относительно разрешение экрана 1680 на 1264 пикселя ну собственно что хочется сказать отличное разрешение экрана для чтения книг его конечно же более чем достаточно мне сама электронная книга нравится но важно отметить еще есть у нас раздел вот такой вот настроек устройства давайте чуть подробнее я сейчас о нем расскажу почему я хочу остановиться именно на этом разделе понятное дело операционная система android большинство элементов управления здесь у нас стандартный можно включать и отключать авиарежим можно транслировать информацию на какие-то внешние источники запись экрана делать все это понятно но у нас электронная книга и нам очень интересен раздел который касается подсветки что здесь интересно во первых пресеты которые позволяют отключать подсветку вообще режим дневного освещения решим ночь режим постель но здесь скорее всего речь идет что подсветка идет в расчете на то что у нас как горит какой-то прикроватный светильник и мы пользуемся электронной книгой режим другое это то что мы уже настроили под себя и смотрите у нас есть независимая регулировка теплого холодного светом то есть в зависимости от определенного освещения от определенных условий мы можем подстроить качество изображения информации таким образом что светится электронная книга будет оптимально комфортно и никакого дискомфорта для глаз возникать у нас не будет на мой взгляд это очень важная особность и возможности регулировки 2 диапазонная возможность регулировки подсветки очень важна при работе с электронными книгами опять же возможность включения и отключения автоповорота экрана имеется режим при котором книга перестает реагировать на нажатие пальцев какие-то минимальные действия можно произвести и то вероятно это произошло я сейчас уберу стилус это все произошло только за счет того что у меня стилус был в руках опускаем отключаем очень важный режим это настройка энергосбережения только что я его здесь видел вот он посмотрите сколько здесь предусторонавок здесь на самом деле не только режим сбережения а на вообще полные настройки электронной книги включая разворот экрана язык стиль время ожидания до выключения задержки вай фай и блютуз то есть ну все настройки у нас доступны фактически с главного экрана ну вот этот вот ползунок у нас фактически стандартный для всех электронных книг здесь основные наиболее частые предложения которые мы можем воспользоваться при работе с электронной книгой опять же здесь у нас все понятно здесь у нас отображаются режимы передачи изображения мы можем выбрать режим по умолчанию журнал комикс немаловажный тест автономность для этого я сейчас запущу браузер открою youtube и поставлю видео на воспроизведение собственно сколько времени сможет электронная книга отработать без подзарядки будем считать что это показатель ее автономности ввожу название моего канала и собственно сейчас запущу воспроизведение видеороликов что важно отметить полностью заряд электронной книги занимает ровно три часа она у меня до этого была разряжена на сто процентов я ее полностью зарядил и на это ушло три часа дополнительно хочу отметить что я отключу звук собственно это я уже и сделал посмотрим насколько хватит заряда обратите внимание насколько хорошо работает именно youtube то есть картинка передается в принципе неплохо конечно же электронная книга для этого не предназначна но в целом матрица успевает достаточно неплохо отработать изображение ну сейчас прерываемся и ждем какой будет результат автономности уровень заряда аккумуляторной батареи стремится к нулю на текущий момент он уже составляет семь процентов и к этому моменту книга отработала три часа двадцать две минуты то есть грубо говоря три тридцать три сорок она спокойно отработает ну это опять же в режиме воспроизведения видео с включенным модулем вай фай и яркость установлена примерно на среднее положение исходя из этого можно предположить что в режиме чтения книга реально способна отработать ну где-то от семнадцати до двадцати пяти тридцати часов ну явно не больше то есть ну достаточно средний показатель производительности в плане именно автономности работы но здесь нужно принимать во внимание факт что неплохая аппаратная составляющая плюс цветной экран это конечно же сильно влияет на время автономной работы чуть не забыл стилус является важной фишкой данного устройства смотрите открываем мы любую книгу например это у нас какой-то справочник либо какой-то текст который мы обрабатываем ну в данном случае это комикс но продемонстрирую здесь можем что-нибудь нарисовать пометить и эта информация остается у нас уже в самой книге если же это у нас текстовая книга например как в данном случае есть у нас поле помечаем и она преобразует текст который мы написали в такого рода текст на мой взгляд весьма удобная функция которой можно пользоваться если допустим мы читаем и какие-то важные фрагменты мы хотим пометить кстати давайте я попробую выделить вот эту часть посмотрим что произойдет видите произошло такое вот аккуратненькое выделение ну давайте еще вот так вот попробуем не все так аккуратно как ожидалось получается маленький фрагмент обрабатываются лучше да на мой взгляд очень неплохо и отлично реализованы комплект поставки расширены имеется чехол электронной книги оригинальное устройство поэтому конечно же лежит книга в нем как летая предусмотрен холдер для хранения стилуса все очень аккуратно и есть вполне ожидаемо стендбай и как только открываем книгу она выходит из режима ожидания в принципе ничего нового в этом нет но опять же функция весьма полезна что хочу сказать на мой взгляд это вполне достойное устройство которое обладает неплохими техническими характеристиками цветная электронная книга это безусловно новшества достаточно недавно они появились на рынок поэтому сильно больших надежд возлагать на цветную картинку здесь конечно же не стоит как черно-белая электронная книга она отрабатывает неплохо как цветная она отрабатывает также хорошо поэтому в целом неплохое устройство за свои деньги оно однозначно заслуживает внимание есть определенные проблемы по автономности но в целом все это решаемо век высоких технологий у нас имеются повербанки у нас имеются быстрые зарядки поэтому в принципе я не думаю что возникнут какие-то сложности при этом на этом у меня все если возникли какие-то вопросы оставляйте их пожалуйста в комментариях под этим видео подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока